Всем привет, ребята! Как ваши дела? Надеюсь, что у всех все хорошо. Итак, мы с вами продолжаем изучать, какой наш Бог. На прошлых уроках мы узнали, что Он творец и Он есть любовь. А сегодня мы узнаем, на что способен Бог. Ребята, вы знаете, что обозначает слово всемогущий? Давайте разделим его. Всемогущий. То есть, может все. Вы знаете такого человека, который может сделать абсолютно все? А может вы сами можете? Ну, скажем, можете ли вы посчитать до 10 лет? А до 100? Да, это легко. А можете подпрыгнуть 10 раз? А 100 раз, не останавливаясь? Ну, если потренироваться хорошенько, то, думаю, это тоже легко сделать. Давайте возьмем что-то посерьезнее. Кто из людей может остановить ветер? Или разделить море пополам? Никто не сможет. А вот Бог легко это сделает. Ведь Он может абсолютно все. Как раз об этом мы можем прочитать в Библии, в книге Исход. А я предлагаю вам посмотреть об этой истории мультфильм. Много лет назад в земле под названием Египет жил очень злой царь. Египетских царей называли фараонами. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Быстрей! Лучше! Выше! Фараон заставлял весь народ Израиля, живущий в Египте, работать как рабов. Их заставляли строить большие здания. У них не было времени, чтобы отдохнуть и даже поесть. Они были несвободны и очень несчастливы. Но хуже всего было то, что однажды фараон решил, что все новорожденные сыновья Израилевы должны быть убиты. О нет! Они не получат моего младенца. Я найду способ спасти его. Йошабет, мать Моисея, решила спустить своего сына вниз по реке. Не бойся. Я не позволю фараону убить тебя. Твоя сестра Мириам будет рядом, чтобы защитить тебя. Что это? Младенец? Бедному малышу нужен дом. Я возьму его во дворец и позабочусь о нем. Извините меня, принцесса. Если вам нужна няня для младенца, я знаю хорошую женщину, которая живет неподалеку. И ее зовут Йошабет. Спасибо, милая. Приведи ее во дворец. Младенца звали Моисеем. Его воспитали во дворце фараона, как египтянина. Но Йошабет всегда была рядом с ребенком, чтобы учить его, что плохо, а что хорошо. Моисей, пора заняться уроками. Ты выполнил свое домашнее задание? Конечно. Когда я выходил сегодня утром, то увидел, как хозяин рабов бьет одного израильтянина. Он был неправ, Моисей. Ко всем людям нужно относиться с уважением. Йошабет рассказала Моисею, что израильтяне в Египте были несчастливы, потому что не были свободны. Много лет спустя, когда Моисей вырос и стал сильным юношей, Моисей встретил египтян, которые очень плохо относились к израильтянам. Эй, ленивец, вставай, вставай немедленно и принимайся за работу, иначе... Оставь его в покое. Ты не должен с ним так обращаться. Он заслужил такое обращение. Он притворяется голодным и усталым, потому что слишком ленив и хитер. Я преподаю ему урок. Оставь его в покое. Помогать израильтянину было делом необычным. Все стали судачить о том, что произошло. Моисей был уверен, что поступил правильно, но он также знал, что фараон рассердится на него. Тогда Моисей тайно покинул Египет, зная, что на самом деле он был израильтянином. Он хотел уйти в другую страну, где к его народу не относятся так плохо. Пройдя сорок дней, остановился Моисей в земле Мадиамской. В Мадиаме Моисей женился и завел семью. Он жил в Мадиаме так долго, что почти забыл о Египте и о бедных израильтянах. Но до того дня, когда он пас в горах стада овец и увидел поразительное явление. Не убегай, малыш. Я тебя все равно поймаю. Вот я тебя и поймал. Моисей, подойди ближе. А? Кто это? Бог. Сыны Израилевы несчастливы в Египте, потому что они не свободны. Иди к фараону и скажи ему, пусть отпустит мой народ. Почему ты избрал для этого меня? Не бойся. Я буду с тобой. Но поверят ли они мне? Я дам тебе знамения, которые покажут людям, что я с тобой. Брось посох на землю. А теперь протяни руку и возьми ее за хвост. Доверься мне. Люди поверят тебе. А теперь отправляйся. И тогда вернулся Моисей в Египет, чтобы сделать то, что сказал Бог. Ты, Моисей, я слышал о тебе. Что тебе здесь надо после стольких лет отсутствия? Я здесь потому, что Бог послал меня. Он хочет, чтобы ты освободил сынов Израилевых. Скажите на милость. Ему не повезло. Да и кто такой этот Бог? Я о нем не слышал. А ты? Нет, ваше царское великолепное величество. Ну что ж, значит, этот твой Бог не существует. Верно? Да, ваше царское великолепное величество. Правильно. Эй, ты, иди сюда. Мы слишком хорошо относимся к израильтянам. В конце концов, на их стороне большой сильный Бог. Скажите моим надзирателям, не давать им больше соломы для кирпичей, которые они делают. Пусть они сами достают солому. Где хотят. Да, ваше царское великолепие. Я же сказал, иди. Ха, и не пытайся учить меня, что делать. Я ведь фараон. Пора принимать ванну, ваше царское величество. А-а-а. Я так легко не сдамся. И Моисей вернулся. О, хочет, чтобы ты дал свободу сынам Израилевым. А-а-а. А разве мы это еще не сделали? Потребуется чудо, прежде чем я выслушаю еще хоть одно твое слово. Полюбуйся на силу Бога. Единственного сущего Бога. А-а-а. А-а-а. Тихо. Дешевые трюки. А теперь взгляни на это. И не пытайся больше обманывать меня. Я тебя не обманываю. Я тебя предупреждаю. Бог может совершить любое чудо. Это ничего не доказывает. Долой с моих глаз. Я еще вернусь. И на следующее утро Моисей действительно вернулся. Фараон, освободи сынов Израилевых. Если ты этого не сделаешь, Бог нашлет на Египет моровую язву, и она принесет много горя. Нет! Убедишься сам в могуществе Бога. Да ведь это кровь! О-о-о! Ага! Ох! 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 Еще один трюк! Ох! Уходи! Ты опять? Что еще надо? Отпусти мой народ. Если не отпустишь, Бог нашлет на твою землю жаб. Жабы будут спать в твоей постели, есть твою пищу и... Жабы? Обожаю жаб. Когда я был маленьким, впрочем, это не так уж и важно. Кто боится твоих жаб? Убирайся отсюда! Приведите Моисея ко мне. Сейчас же. Ты заставь жаб исчезнуть. Ты обещаешь освободить сынов Израилевых? Да. Только избавь меня от этих тварей. Убирайся. Бог заставил жабы уйти. Бог заставил жабы уйти, но фараон не сдержал своего обещания. Он не освободил сынов Израилевых. Тогда Бог снова напустил на Египет моровую язву. Он напустил на Египет много-много мошек. Мошки были везде. Мошки летали повсюду. Но фараон все равно не освободил израильтян. И тогда заболели все животные. А потом на коже египтян появились нарывы, а с небес посыпался ужасный град. А потом налетела саранча и сожрала всю их одежду. А потом в течение трех дней стало темно, как ночью. На помощь! Каждый раз, когда в Египте случалось несчастье, фараон обещал освободить сынов Израилевых. И всякий раз он менял свое решение. Так ты отпустишь сынов Израилевых? Нет! Я отпущу! Я пытался предостеречь тебя, но ты не послушался. Пожалуйста, выслушай меня, иначе ты пожалеешь. Последняя беда будет самой страшной. Умрут первые новорожденные сыновья египтян. Что наделал твой Бог? Он отобрал у меня сына. Сейчас же уходи из Египта и забирай весь свой народ. Моисей сказал израильтянам, что они должны немедленно покинуть Египет. Он знал, что фараон может снова передумать, поэтому они вышли, не теряя времени. Мне не верится, что мы действительно уходим. Все, как и обещал Моисей. Земля, где мы сможем быть свободными, это я видел только во сне. Но это не сон. Мы идем к своему новому дому. Мы идем без устали, за шагом в шаг. Мы не знаем, сколько нам идти, но мы верим Моисею и идем за ним. Великий Моисей и израильтяне. Тысячи следов на горячем песке. Великий Моисей, мы верим, приведет нас к земле обетованной. Настал новый день и снова в путь к нашему новому дому. Огонь осветит нам дорогу в ночи, а днем поведет за собой облако дыма. Великий Моисей и израильтяне. Тысячи следов на горячем песке. Великий Моисей, мы верим, приведет нас к земле обетованной. Рука об руку. Через пески пустыни мы вняли зову Божьему и идем за вождем, который ведет нас к свободе. Великий Моисей и израильтяне. Тысячи следов на горячем песке. Великий Моисей, мы верим, приведет нас к земле обетованной. И так сыны Израилевы наконец покинули Египет и отправились к себе на родину, к земле свободы. Днем их вел столб дыма, а ночью Путин указывал огненный столб. А фараон снова изменил свое решение. Какой же я дурак, что отпустил их? Кто будет строить наши пирамиды, выращивать на нас пищу и обмахивать меня апохалом, когда жарко? Нужно вернуть израильтян. Подать мне колесницу. А тем временем израильтяне дошли до Красного моря. Моисей, посмотри сзади нас. Армия фараона. Они скоро придут сюда. О, Господи! Моисей, что ты с нами сделал? Ушлутся быть несчастными, но живыми в Египте, чем быть свободными, но мертвым здесь, в пустыне. Не бойтесь, Бог защитит нас. Не спеши, Моисей, отдохните сегодня, а завтра утром подними свою руку и протяни ее к морю. Оно разделится, и вы пройдете по нему, как по суше. Стойте! Мы отдохнем здесь до утра, а утром схватим их. И когда наступило утро, Моисей встал над морем и протянул к волнам руку. И море разделилось, как сказал Бог. Смело идите за Мною! Все за ними! Все за ними! Они снова здесь! Что нам делать? Просто ждать. Море сомкнулось над египтянами, и они исчезли в пучине. Благодарю Тебя, Господи, что спас нас! Видите, ребята, какие чудеса сделал наш Бог, чтобы освободить свой народ. Он может абсолютно все. Поэтому только наш Бог всемогущий и такого сильного, как Он, больше в мире нет никого. А сейчас давайте помолимся. Дорогой Бог, Дорогой Бог, спасибо, что Ты открыл нам Себя. Спасибо, что Ты открыл нам Себя. И мы теперь знаем, какой Ты великий и всемогущий. И мы теперь знаем, какой Ты великий и всемогущий. Мы просим Тебя, пожалуйста, сделай и в нашей жизни чудеса. Мы просим Тебя, пожалуйста, сделай и в нашей жизни чудеса. и принеси ответы наши нужды и нужды наших близких и принеси ответ на наши нужды и нужды наших близких мы славим и превозносим тебя мы славим и превозносим тебя аминь а теперь давайте сделаем с вами поделку привет ребята сейчас мы с вами сделаем поделку об одном из чудес божьих для этого нам понадобится один белый альбомный лист также цветная бумага кисточки краски также вы можете использовать вместо красок карандаши цветные вода клей ножницы карандаш и линейка и так приступаем для начала нам нужно лист разделить на три части это примерно по 10 сантиметров отмеряем и теперь нам нужно в этих местах загнуть лист в середину и с другой стороны вот так теперь эти две боковые части нужно согнуть пополам от середины вот так вот и с другой стороны теперь вот эту среднюю часть нам нужно закрасить желтым цветом можно карандашами я буду это делать с помощью красок добавим немного оранжевого теперь возьмем кисточку потоньше и сделаем коричневой краской маленькие точечки теперь берем голубую краску и разукрашиваем бока вот что у нас получилось догадались что это теперь мы берем цветную бумагу вы можете выбрать любые цвета какие вам нравятся мы будем рисовать с вами и вырезать разных рыбок берем карандаш и рисуем рыбок теперь возьмем другого цвета можем нарисовать морскую звезду можно нарисовать медузу ракушки и дельфин а теперь мы всех этих рыб вырежем вот что у нас получилось смотрите сколько много разных рыбок теперь мы берем нашу основу и рыбки пока отодвигаем в сторонку сейчас мы можем здесь нарисовать на голубом фоне например кораллы и с другой стороны теперь нарисуем водоросли теперь мы берем клей и наши фигурки вырезаны сначала мы с вами приклеим звездочки и ракушки так звездочки и ракушки мы приклеили теперь мы приклеиваем сюда и сюда наших рыбок и так вот что у нас с вами получилось это морское дно а теперь смотрите что мы сделаем раз и море растут ребята обязательно присылайте нам фото ваших работ и до новых встреч ребята и и Субтитры создавал DimaTorzok